Время для новостей Донбасса в студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. На Донбассе стреляют меньше, констатируют в штабе ОТОМ. В минувшие сутки там в основном применяли стрелковое оружие, за исключением поселка Зайцево. Этой ночью в поселке упало две мины. Автоматные очереди по-прежнему слышат жители Авдеевки, Маринки, Новотроицкого и Строгнатовки. На Луганщине стреляли вблизи Новоалександровки. На остальной территории режим прекращения огня соблюдался. Более 80 новых внедорожников будут патрулировать города Донбасса. В Луганской и Донецкой областях обновили автопарк. Ключи от машин полицейским вручил министр Арсен Аваков. Также глава МВД принял участие в открытии Университета внутренних дел в Северодонецке. Подробности у Светланы Павляковой. Луганский университет внутренних дел вернулся в родной регион. Два года назад его эвакуировали в Николаев. Все это время большинству студентов приходилось ездить на учебу в другую область. Теперь вуз будет работать в Северодонецке. На открытии приехал и глава МВД Арсен Аваков. Нам говорят, надо включить символический ключ. Мы подручаем. Спасибо. А полицейским Луганщины министр подарил 34 внедорожника. Это не автомобили для патрульной службы. Это автомобили для других подразделений полиции. Потому что полиция не работает отдельно. Патрульные отдельно следователи. Это конгломерат, который должен давать эффективную работу. Мы даем каждой службе чуть-чуть службе криминального розыска, следствию и так дальше. И пары отделом. Правоохранителем Донецкой области глава МВД вручил 52 французских автомобиля Рено. Министр призвал полицейских относиться к машинам бережно. Но успокоил. Количество ДТП с участием служебных авто сейчас ниже, чем было до реформирования и ниже, чем в других странах. А в целом в Украине бьется меньше машин, чем в полиции США. Поэтому учиться ездить надо быстро и сохранить машины. Но на провокации не поддаваться. Полицейские говорят, автомобили экономичные и мощные. Способны проехать по любому бездорожью. Все машины оснащены рациями и спецсигналами. Коробка механика, не автомат. Все это как то, что нужно для работы полицейского. В принципе, радиостанция, которая остановлена чуть ниже. Дизельные внедорожники отправятся во все крупные города Донецкой области. Торецк, Покровск, Мариуполь, Славянск и другие. Также министр внутренних дел пообещал полицейским еще один подарок. Сотрудникам уголовного розыска повысят зарплату в два раза. Светлана Павлюкова, телеканал Донбасс. Смертельное ДТП в Мариуполе. Инвалиды-колясочника сбили сразу два автомобиля. По словам очевидцев, мужчина передвигался по центру дороги без опознавательных знаков. Полицейских на место аварии вызвали сами водители. Говорят, трагедия произошла из-за плохого освещения улицы. Я не видел его. Автомобиль Фиат, который двигался со стороны Донецка в центр города по проспекту Карпова, совершил столкновение с инвалидом, который был на инвалидной коляске. Вследствие чего данного инвалида откинуло на встречную проезжую часть, где на него также был совершен наезд автомобилем Opel. Плантация марихуаны во дворе частного дома. Житель Краматорска выращивал в теплице разные сорта конопли. Во время обыска сотрудники СБУ изъяли множество кустов растений и около 4 килограммов готового каннабиса. Агроному-любителю грозит до трех лет тюрьмы. Самые красивые девушки Украины приехали в Авдеевку. Победительницы национального конкурса красоты побывали в городском обществе инвалидов. Девушки встретились с детьми с особенными потребностями и подарили им сувениры. Воспитанники центра показали гостям концерт. С удовольствием делали совместное селфи. Идея пригласить в город модели принадлежит генеральному директору куксохимического завода. Таким образом, Муса Магомедов хочет показать всей стране, что Авдеевка вовсе не полузабытый крифронтовой населенный пункт. Они знали, что у нас происходит здесь. Всегда все переживали. И как только возникла ситуация, когда перемирие с 15 числа, они сказали, давай пусть девчонки к вам приедут. Тем более они сами проявили большое-большое желание приехать. Есть проблемы с людей, детей инвалидов. Есть проблемы с ограниченными возможностями людьми. И мы хотели на это обратить внимание. Всего общества для этого пригласили. Многие боятся. Да, наверное, это и правильно, потому что в жизни все должно быть спланировано. Мы планировали эту встречу. Мы шли к ней. И поэтому, когда пришел этот день, я была уверена, что все будет хорошо. Наша поездка удастся. И мы сумеем подарить детям частичку нашего тепла и нашей любви. Они родились раньше срока и с одной болезнью на двоих. У двойняшек Марка и Богдана тяжелая патология головного мозга. Родители мальчиков переселенцы из Луганска. Им не удавалось найти деньги на операции и сложное лечение. Счет шел на дни. Историю продолжит наш корреспондент. Марк и Богдан радуют маму хорошим аппетитом. Юлия во время кормления наблюдает за дыханием и сердцебиением двойняшек. Мониторы приборов показывают. Сегодня малыши в норме. Братьям уже 4 месяца. Они появились на свет раньше срока. С врожденной патологией. Весом меньше килограмма каждый. Позвонила мужу. Сказала, что будет Марк и Богдан. Он был как раз первый. Но больше взял удар на себя. Поэтому как Бога данный. Кровоизлияние в головной мозг. Осложненная гидроцефалия у обоих. Братьям срочно требовалась операция. По имплантации специальных резервуаров. Через которое мы можем, не травмируя мозг, выводить этот ликвар с кровью. Дать возможность мозгу расправиться и дальше развиваться. Счет шел на дни. Но достать деньги на лечение семья не могла. Елизаровы – переселенцы из Луганска. Снимают жилье. Воспитывают еще и трехлетнего сына. За помощью Юлия обратилась в гуманитарный штаб Рината Ахметова. Через несколько дней двойняшек стали готовить к операции. Гуманитарный штаб приобрел резервуары для двоих детей. Это был первый этап операции. Повторно мы приобрели шумты, которые уже находятся постоянно. И помогают детям справляться с количеством жидкости, которая скапливается в головном мозге. С начала работы штаба адресную помощь Рината Ахметова на лечение уже получили почти 7 тысяч жителей Донбасса. Треть из них – это дети. Я не представляю, например, что бы я делала в такой ситуации. Я не ожидала, что нам помогут и что нам так быстро помогут. В начале лета малыши перенесли первую операцию. Уже через неделю их состояние улучшилось. Они морщатся, ротик открывают. Просто звука не слышно. В течение лета врачи клиники Ахмадет провели еще несколько хирургических вмешательств. Нейрохирурги проделали практически ювелирную работу. А в неонатологическом центре интенсивной терапии малыши 4 месяца находились под пристальным и круглосуточным наблюдением специалистов. За жизнь двойняшек боролись десятки опытнейших врачей. Осенью малышей стали готовить к выписке. Целая команда специалистов трудилась для того, чтобы сначала им спасти жизнь. В общем-то, шансы на высокое качество жизни у них в обоих есть. У Андрея Павлюченко из Георгия в Киданецкой области тяжелая форма умственной отсталости. Он почти ничего не ест, срывает с себя любую одежду. Все это время за ним ухаживали мама и бабушка. Но полгода назад 47-летняя Татьяна Павлюченко погибла. Тему продолжит наш корреспондент. Андрюша придет, шукает ее. А ешь, не мая, он придет по подушечке, вот так похлопает. Мама, мама. Эти слова Татьяна Павлюченко ждала долгие 20 лет. Андрей инвалид с рождения. Из-за умственной отсталости не может говорить и ухаживать за собой. Срывает любую одежду и страдает внезапными приступами агрессии. Мальчик стал инвалидом из-за халатности врачей. Все это время забота об Андрея лежала на плечах его матери Татьяны. Вот только полгода назад ее жизнь трагически оборвалась. Она пошла в магазин купить соли и хлеба и не вернулась. Женщину убили. Свалившиеся беды подкосили здоровье Ольги Николаевны. Последние силы пенсионерка тратит на заботу о внуке. Андрею необходимо часто принимать горячую ванну. Иначе случаются приступы. Температура в комнате тоже должна быть высокой. О том, как зимовать, бабушка боится думать. Сарай, где хранится уголь, пустой. Если бы я сама, так я бы вообще не топила. А у него печка постоянно включена. Вот это за электроэнергию все равно надо платить. А кроме этого 10 тонн угля уходит за СИЗО. Еще мальчику необходимо особое питание. Он ест только каши. Их много в продуктовых наборах штаба Рината Ахметова. Волонтеры каждый месяц привозят семье помощь. Доброе утро. Здравствуйте. Как вы здесь? Спасибо вам большое. Все нормально. Продукты из набора сразу идут на стол. Внук Ольга Николаевна приготовит кашу. Себе жарит хлебные лепешки. Мука очень хорошая. Мне очень нравится этот хлеб из вашей муки. Почти год эта семья под особой опекой штаба Рината Ахметова. Угля сколько дали, продуктов сколько, Андрюша, медикаментов у меня еще на полгода хватит. Я сколько буду жить, буду молиться за Рината Леонидовича. Только он. Один единственный помог нам за 20 лет. Один Ринат Леонидович. Гуманитарный штаб помогает старикам, детям, инвалидам по обе стороны линии соприкосновения. Направлений работы несколько. Это выдача продуктовых наборов, помощь на приобретение медикаментов для лечения и проведение операций, реабилитация раненых на Донбассе детей. За все время существования штаба спасено более миллиона жизней. Татьяна Блинова, Оксана Корчма, Владимир Конопля, телеканал Донбасс. Украинские паралимпийцы вернулись на родину. Среди спортсменов, которые завоевали рекордное количество медалей паралимпийцы из Донецкой области. Подробнее об их победах в летних играх расскажет Юлия Шкуваренко. Украинских паралимпийцев в Борисполе встречают как героев. В аэропорту спортсменов ждали несколько сотен человек. Многие пришли с цветами. Вообще шикарно. Просто много эмоций переполняет. Хорошо. Рады, что дома уже. Дом есть дом. Усталость как рукой сняла. Спасибо вам, что встречаете. Так радостно нас. Я довольна, что так, ну, в первый раз возвращаюсь в таких соревнованиях. Очень рада, что сколько народу встретили. Не знаю, неожиданно очень. В этом году паралимпийская сборная Украины завоевала 117 медалей. Рекордное количество за всю историю. Из них 12 наград на счету спортсменов из Донецкой области. Для Ярослава Семененко это уже третья паралимпиада. В этом году пловец впервые поднялся на пьедестал. Бронзу завоевал на дистанции 100 метров на спине. Моя победа вдохновила. Я очень работал для нее, чтобы быть в призах. Тяжело сказать, что я чувствую. Чувствую, что я счастливый. Дом Ярослава находится практически на линии соприкосновения в Красногоровке. Там он бывает редко. В основном живет на тренировочных базах. Говорит, призовые тратить не спешит. Я буду очень бережно к ним относиться. Посмотрим, как будет жизнь складываться. Возможно, буду собирать на квартиру. Еще одну награду в копилку украинской сборной принес дончанин Виктор Смирнов. В Рио пловец завоевал свою 14-ю паралимпийскую медаль. Говорит, победа в этих играх далась ему сложнее, чем в предыдущих. Серебро забрал в последнем заплыве за день до закрытия паралимпиады. Для меня это очень сложная была Олимпиада. На прошлых паралимпиадах я чаще был в призах. Поэтому для меня это с каждым четвертым-пятым месте, можно сказать, руки опускались, опускались. Но у меня получилось собраться на последний день на 200 комплекс и завоевать серебряную медаль. Готовиться к паралимпиаде донецкие спортсмены начали за год. Из-за боевых действий им пришлось сменить привычное место тренировок. Но несмотря на все сложности, паралимпийцы достойно представили нашу страну на летних играх. Уважение было безграничным. И люди из других стран выражали свои слова восхищения. Неоднократно. В медальном зачете паралимпийская сборная Украины заняла третье место. Юлия Шкваренко, телеканал «Донбасс». Как решить любую проблему без ходьбы по длинным коридорам власти? И где можно получить бесплатную юридическую помощь? Об этом сегодня будут говорить в программе «Лабиринты мнений». Гость глава правозащитной организации Международная лига защиты прав граждан Украины Эдуард Багиров. Смотрите сразу после выпуска новостей. На этом прощаюсь. Берегите себя и близких. Продолжение следует...